ДАЙТЕ СНАХ ДАЙТЕ СНАХ Кто здесь? Друзья, но перед просмотром этого ролика хочу порекомендовать вам один реально страшный канал ОХОТНИК НА ВИДЕМ Мрачные локации, темные коридоры, страшные кадры и многое другое заставит вас быть в напряжении при просмотре видео этого канала Ссылка будет в описании под видео Друзья, сегодня я отправляюсь в жуткую заброшенную усадьбу, в которой один раз я уже был Кому интересно, это второй выпуск на моем канале И ссылка на него будет в описании под этим видео Дело в том, что первый раз у меня не было подходящего оборудования для того, чтобы досконально обследовать это место Поэтому сегодня я решил повторно туда съездить, спустя уже больше чем полгода И тщательно изучить это место с помощью своего оборудования Для того, чтобы окончательно убедиться, есть ли что-нибудь паранормальное Ну а меня зовут Александр Кошкин, это проект Сверхъестественное Сейчас вы вместе со мной окунетесь в темноту Так, друзья, я прибыл к этой усадьбе Сейчас буду подниматься Надо аккуратней Сверхъем Сверхъем здесь кто нибудь есть есть кто дома а 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 друзья сейчас обойду сначала первый этаж затем поднимусь на второй и затем в подвал а 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 друзья не знаю видно вам или нет но у меня сейчас на лицевой камере фонарь моргает достаточно жуткое место друзья просто представьте я нахожусь буквально в лесу и в этой страшной усадьбе кроме меня никого нет а еще и поменял батарейки на лицевой камере на фонаре и он что-то начал очень ярко светить меня прям слепит здорово а 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 здесь все обвалилось что-то от старости уже так друзья идем в другое крыло посмотрим что там а а а а а а а а а здесь кто-нибудь есть Смотрите продолжение в следующей части. 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 Ну что ж друзья, сейчас я проведу здесь эксперимент. Смотрите продолжение в следующей части. Итак, друзья, первый эксперимент. Вот у меня свеча и тарелка со спичкой, которая указывает должна на «да» или «нет». Сейчас я задам вопрос. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. потому что, потому что, потому что здесь нет окон. дайте мне знак здесь кто-нибудь есть? Друзья, спичка подозрительно двигается, причем по кругу, а еще удивительно то, что ветер постоянно меняет свое направление, т.е. тяга сначала идет в одну сторону, потом в другую если здесь есть кто-то, дай мне знак что это было, здесь кто-нибудь есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, ладно давайте сейчас спустимся на первый этаж там проведу второй эксперимент а затем спустимся в подвал Итак, друзья, второй эксперимент у меня с радиоприемником сейчас выйдем на FM-волну попробуем вступить в контакт если здесь кто-то есть ты можешь дать мне знак? можешь мне что-нибудь сказать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА здесь есть какая-то сущность, которая может мне что-нибудь сказать так, что я не знаю тяга стена вот Здесь кто-то есть? Странно пометьте, друзья Продолжение следует... Не знаю, друзья, показалось мне или нет Но, по-моему, на FM-волне я что-то услышал Похожее на голос или что-то подобное Вы уже услышите все это здесь, в этом видео А сейчас я хочу спуститься в подвал Провести там еще один эксперимент Посмотрим, что себя покажет подвал Так, друзья, захожу в подвал Здесь кто-нибудь есть? Кстати, друзья, дверей нет вообще Я пролезу через это окно О-о-оо... 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 О-о-о... У нас получается выход во внутренний двор Так друзья сейчас в подвале провожу эксперимент Пожалуй где-нибудь здесь Итак друзья следующий эксперимент С мультиметром Насколько я уже рассказывал Его показания должны показывать Либо резко до нуля либо резко до ста Работает он через меня Я действую как проводник Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть Дайте мне знак Друзья если вы сейчас замечали То буквально несколько секунд назад Показывало до 99 Прямо моментально Вы можете со мной вступить в контакт? Сущность которая здесь обитает Ответь Здесь кто-нибудь есть? Ответь 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 Так друзья В принципе ничего особо не меняется Были моменты Я обязательно постараюсь их выделить Когда Когда Показывала 99 Но Но Либо мне так показалось Что Двигаемся дальше Вот Другой вход Другой Крыло усадьбы Он Почему-то Сделан Сделан Как-то Отдельно Ответь 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 На цокольный этаж Но Суть по всему Здесь вот раньше была лестница Подъем наверх Большое Сделано О Погуляем И У У У Продолжение следует... 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 Я долго прослушивал этот момент и сделал вывод, что, скорее всего, это чей-то голос. Кто-то что-то пытался мне сказать. Потому что это не может быть звук с какой-то радиоволны. Потому что перед тем, как начать эксперимент, я ставлю радиоприемник на пустую волну. То есть никакой радиоканал на эту волну попасть не может. Поэтому, друзья, остается только один вариант. Что кто-то пытался мне что-то сказать. Но, к сожалению, я этого не разобрал. Очень тяжело разобрать, что находится за шипением радиоволны. Поэтому я на 95% уверен, что это было что-то сверхъестественное. Итак, третий момент. На видео я выделил моменты, где мультиметр показывал высокие скачки. Это 98 и 90. Насколько я объяснял, что показания его должны быть либо падать резко до нуля, либо подниматься резко до ста. В данном случае мультиметр поднял свои показатели до ста. Какой из этого можно сделать вывод? Скорее всего, что-то все-таки касалось меня или проходило рядом. Но это было буквально на мгновение. Потому что, если ничего особенного не происходит, мультиметр остается в одном диапазоне. Как это видно на протяжении практически всего эксперимента. Ну и, конечно же, не исключается вероятность, что это были просто перебои в самом мультиметре. Поэтому я делаю вывод. 85% что это что-то сверхъестественное. И 15% сбоев в самом приборе. Ну что ж, друзья. Это все. Меня зовут Александр Кошкин. Это проект Сверхъестественное. Подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписаны. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok